Ну что ж, в эфире снова главная студия Гизенбаг 2021 Москва. Здесь у нас будут проходить разные дискуссии, интервью, ну и всякое разное, да? Да. И прямо сейчас мы поговорим про то, как смотреть конференцию как профи вместе с Михаилом Чумаковым. Привет, Михаил. Привет. Привет, коллеги. Рад вас видеть в студии Гизенбага. О, да-да-да, мы взаимно, мы тоже очень рады, и я очень рад, что ты смог прилететь к нам, получается, из Канады. Долгий путь. Все верно, ради того, чтобы поговорить с вами. Как же смотреть конференцию? Как быть полноценным участником Гизенбага? Да-да-да. Слушайте, если вы к нам присоединились, смотрите, и вам интересно, обязательно заходите в чат. Мы будем заглядывать в чат и с вами вместе общаться, так что, пожалуйста, пишите нам что-нибудь, отправляйте смайлики, нам будет приятно. Да, у нас, кстати, будут вопросы к аудитории. Один так точно. Да, ну и если у вас возникнут вопросы для нас, мы, конечно, на них тоже постараемся ответить. Да, кстати, Миша, ты же участвуешь в программном комитете конференции Гизенбаг уже, мне кажется, года три точно, может быть, даже больше. Все верно. О, а Аня, ты уже, наверное, пару лет точно. Ну, чуть поменьше. Так, ну и вы наверняка знаете вообще, как смотреть конференцию, потому что вы непосредственно постоянно создаете собственноручно вместе с спикерами и с организаторами контент, и все, что тут происходит, это в том числе я благодарю вам. Ты прав, но кроме этого мы посещаем еще другие конференции, где мы сами являемся гостями, и проблема выбрать доклад, который был полезен, интересен, она в целом актуальна для каждого из нас. Поэтому, ну да, давайте про это поговорим. Кто начнет? Так, ну давай, я не знаю, давай я наброшу. На самом деле, как-то каждый раз, когда я помню, ты приходишь в эфир, говоришь, так, чуваки, нам нужно смотреть доклад так-то, есть такие-то иконки, есть такая-то программа, есть описание, и каждый раз наверняка вот вы, Саня, точно говорите спикерам, чуваки, надо написать какое-то описание, не какое-то, а конкретное описание доклада, потому что его прочитают люди, якобы, ну то есть я не знаю, кто они, кто читает доклады, это я шучу, конечно, обычно все читают, но мы все знаем. Ну, кстати, я часто выбираю доклады по названию, потому что бывают какие-нибудь интересные, интригующие названия, и читаешь, и думаешь, блин, ну надо пойти хотя бы узнать, что там будет, потому что так, по названию, может быть, и непонятно, но интригующе звучит. Да, Сев, твои шутки, лишь доля шутки, на самом деле мы в форме обратной связи часто получаем фидбэк, что абсолютно не на что пойти, не было тем, на которые я хотел бы сходить, а тем не менее, они все обозначены в программе. Давай, в общем, расскажем, как найти доклад для себя, найти доклад полезный, и расскажи, ты сам-то как вообще выбирал последний раз доклад, на что тебе важно, на что ты смотришь? Слушай, я не знаю, я в последнее время очень часто смотрю доклады в оффлане, то есть после того, как они уже случились, и я обычно подписываюсь на какие-то, ну я смотрю в ютубчике, как они все мы, подписываюсь на какие-то компании, то есть мне важно, что там, я знаю, что Microsoft с GitHub сейчас делает очень классные штуки в GitHub Actions и так далее, я на них подписан и просто смотрю, что у них появляется. То есть я действую так, я смотрю на компании, которые, мне кажется, делают сейчас актуальные вещи, ну и вот, например, по бренду компании определяю, ага, мне надо это смотреть или нет. А было так, что тебя разочаровал доклад от выбранной компании? Ну, я не знаю. Ну, такое бывает. Увидел ты в программе, о, Google, пойду посмотрю, а там тебе, я не знаю, рассказали про… Про App Engine. Хорошо, если не про Agile или с водопадом. Да, 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 и такое бывает, мне кажется, я не знаю, Аня, ты такое, наверное, тоже видела, хихи, конечно, активно. Бывает, бывает. Ну, на самом деле, не знаю, вот для меня компания, наверное, не так, не основной показатель, а все-таки больше какое-то соотношение весомости спикера, его вообще знаний, авторитета и опыта к теме, которую он рассказывает. Ну, а то и в целом тему выбираю в зависимости от нужд, которые стоят сейчас. Ну, вот, не знаю, нужно контрактное тестирование сейчас ввести, эту практику. Я пойду смотреть, какие доклады есть по контрактному тестированию. Ну, да, я знаю, кстати, несколько прикольных. Ну, вот даже у нас сейчас будет хороший доклад. Ага. Ну, Сева намекал на свой доклад, пятилетней давности, мы все его смотрели, я его пересматриваю каждый день. Нет, ну, я же говорю, там еще спикер важен. Да, да. Нет, там классные ребята просто попались еще на доклад, пришли, да. Я понял, да. Аня, а у тебя, ты говоришь, важно название доклада, и там попадает ли он в твой круг интересов актуальных. А скажи, бывало такое, что тебя название, ну, разочаровывало? Ты пришла на доклад, выглядит все интересно, но там оказалось что-то не то, что ты хотела. А вот буквально недавно было, я на самом деле название, наверное, не вспомню, но что-то звучало очень интересно, интригующе. Я пришла, и там час рассказывали, в принципе, про то, что я уже знаю, ничего нового не подчеркнула. Да, поэтому мне еще важно, знаю ли я докладчика. То есть наверняка вы слышали, и наша аудитория тоже, про то, что на конференциях очень часто можно увидеть одни и те же лица. Слышали такой тезис? Ну да, но это потому, что ребята хорошо докладывают, зовут постоянно на конференцию, и вот поэтому. Да-да-да, абсолютно, это не потому, что некого позвать, очень много людей, кто хочет выступить и так далее, но у известного докладчика, как ты говоришь верно, есть опыт выступлений, он рассказывает часто актуальные вещи, и это, да, имеет смысл. Или есть еще от обратного, если пойти, я часто, если знаю докладчика, я на него не иду, потому что я знаю, что он мне рассказывает, и это мне не нравится, например. Это тоже хороший вариант выбрать, ну и не разочароваться в своем выборе. А еще, если открыть нашу программу, там будет такой критерий, как сложность. Вы же видели, наверное, его? Ну мы сегодня, да, вот я... Обсуждали его даже сегодня. Конечно, видели, да. Там, насколько до меня доходит информация, там довольно холиварный степень сложности смузи. Ну, да, да. Я помню все вот эти вот встречи с программным комитетом, каждый раз, что часто спорим, спорили, по крайней мере, что типа смузи, что инженер. Тут какая-то такая неуловимая грань. Как ты думаешь вообще, реально ли как-то очень точно описать, что такое смузи, и очень точно описать, что такое инженерный вот этот доклад, более такой сложный? Я думаю, что да, но у нас есть еще один коллега, Владимир Ситников, у нас есть алгоритм имени Владимира Ситникова, как определить сложность доклада. Кстати, у меня он открыт на ноуте, есть ребята, нам сейчас выведут мой экранчик, мы как раз можем увидеть, как этот алгоритм выглядит. Вот он. Зачитай, Миша, что там? Да. Требуется ли знание технологий для восприятия доклада? Если да, то это инженер. Если про контрактные тесты мы хотим знать много, и для того, чтобы начать в нем разбираться, вы уже упоминали их, поэтому продолжим с этим примером. И требуется вообще знать, что это такое, какие используются технологии для этого, то это будет инженерный доклад. Ну, то есть, значок вам подскажет, что на таком докладе от вас требуется какая-то домашняя работа или опыт в данном направлении. Если нет, если знание не требуется, то можно ли применить этот доклад завтра? Если да, то это смузи. Если нет, то это хардкор. О, слушай, любопытно. Очень любопытно. Я бы, может быть, с чем-то тут не согласился, но как я могу не согласиться с Володей, когда его нет с нами в эфире? Мне кажется, что в одном из эфиров у нас будет возможность с ним это обсудить. Кстати говоря, у нас завтра будет интервью с Владимиром. Я думаю, что мы там сможем как раз немножко на эту тему с ним поспорить. У нас еще была идея предложить конкурс нашим слушателям, нашим зрителям. Конкурс? Да, конкурс. Это вот эти мокрых маек. А что обычно дарят за победу в конкурсе мокрых маек? Ну, там разные призы. Бывают сладкие призы, бывают какие-то более существенные. Мы планировали подарить фулл пасс на все конференции сезона. Это годно. Это годно. Ну, хорошо. Пускай это и не конкурс мокрых маек, но наша идея. Мы рассказали про те, какие у нас есть сложности категории, сложности доклада в программе. И мы хотели бы узнать, что бы вы могли нам предложить, наши зрители. То есть, какие категории вы бы хотели, чтобы были в программе, и на ваш взгляд, они наиболее точно будут отражать суть и помогать зрителям разбираться в том, что у нас вообще есть, в том, что можно посмотреть. Может, действительно каких-то категорий не хватает, нужно не три категории, а пять, семь или десять. Если бы я принял участие, я бы предложил вейп. Вейп? Вейп. Ты любишь вейп? Ну, тут есть, вот видишь, смузи, почему бы вейп не добавить? А. Барбершоп или там борода. Может быть, сейчас еще актуально самокат? Борода — это тот доклад, который уже был, его просто каждый год повторяют. Кстати, хорошая идея, хорошая идея. Ну что ж, послушаем, что нам зрители предложат, и когда мы подведем итоги, вы не знаете? Ну, я не знаю. Я думаю, что в какое-то определенное время. И день. А, еще и день. Если мы не знаем, давайте сами решим. Ну, я думаю, что давай дадим ребятам хотя бы день подумать, потому что обычно дня хватает. Да, да. Хорошо. И завтра... Ребята, у нас есть чат. Заходим в чатик. Пишите ваши предложения и идеи. Можно даже смешные. Можно задавать вопросы. Мы вместе с вами в эфире. И обязательно будем отмечать тех, кто... Да, кстати, вот первый... А вот комментарий. А вот комментарий из... Прямо кто-то смотрит на YouTube, на нашем плеере, точнее говоря, и спрашивает Екатерина Дементьева. Очень много отметок доклад от партнера, но непонятна сложность доклада в этом случае. Вот как ты можешь прокомментировать, почему вот вы так взяли, четвертый, сделали какой-то дополнительный значок сложности, но он как бы не про сложность. Алгоритм не обновили. Да, 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 да. Но в алгоритме его нету. Да. Отвечай, Михаил. У меня есть минуты на размышления? Не знаю. Нет, давай сразу. Хорошо, так, я беру экстра ответ. В смысле, сразу без раздумий. Блиц. Абсолютно верно. Дело в том, что доклады от партнера, как правило, не сложные, поскольку они занимают 15 минут, правильно ведь? Да, они короткие. Ну да, обычно они долгие, да. И в целом инженерных знаний любого коллеги из профессии достаточно для того, чтобы понять, о чем там речь. Потому что за 15 минут сложности сильно не добавишь и много всего не расскажешь. Поэтому мы стараемся делать так, максимально понятным для каждого, кто может туда попасть, прийти. Мы знаем нашу аудиторию, какой примерно у них есть опыт и сколько у них лет в профессии. И, как правило, все доклады от партнера годятся для любого зрителя конференции. То есть, если даже я не в теме, о чем это, я смогу посмотреть, что партнеры делают с какой-то своей технологией, еще что-то, и смогу это применить. То есть, это могут быть всегда понятные доклады, как ты говоришь. Я понял. Ты прав. Но еще партнеры могут предложить дополнительную информацию, вам ознакомиться после. Допустим, за 15 минут они дали какое-то интро, введение. И дальше дали дополнительные источники, например, ссылку на статью на Хабре или на их гидхат-репозиторий, где можно взять больше информации по интересной теме. Ну и еще есть такой нюанс, что если доклады прямо супер, а они нам всем нравятся, то мы постараемся его потом взять в программу и с 15 минут сделать часовой доклад, понятно, с интересным контентом, а не как всех наши дипломы в университете. Какой у тебя диплом, Михаил? Ну, все знают эту шутку про то, что нужно как можно больше воды. Диплом это? Да, да, да. Я понял, какой у тебя диплом. Спасибо, что рассказал. Да, я закончил этот институт водных коммуникаций. Шутка. Это шучу, шучу. Хорошо, у нас есть там следующая, так сказать, сущность в нашей... Погоди, погоди. А давай мы сразу следующий вопрос. Екатерина, спасибо. Надеюсь, мы ответили. Если что-то было непонятно, напишите нам еще вопрос, и мы ответим. Спасибо большое. И, Аня, может быть, скажешь, Владимир Калинин, по-моему, тоже спрашивает. Да, спрашивает про доклад от партнера. Непонятно вообще, про что-то техническое или просто интеграция. Доклады от партнера разные бывают, но в основном это какая-то информация про их best practices, как они у себя чего-то используют. Возможно, что-то действительно техническая штука, которую, как Миша сказал, мы потом берем к себе в основную программу. Да, но в основном техническая интеграция. Это я пошутил. На самом деле в этом сезоне мы помогли нашим партнерам сделать доклады хорошего уровня, постарались их докрутить для того, чтобы, ну, как бы, используя, скажем так, нашу экспертизу просто в подготовке докладов, используя экспертизу у нас как членов программного комитета, и, да, дали вводный фидбэк и постарались, потому что, да, получали в форме обратной связи, о которой мы уже упоминали сегодня, информацию от наших зрителей, что сильна разница между докладами от партнера и тех, которые в основной программе. В этом году мы постарались это минимизировать, и они должны быть все технически, да, то есть не так, чтобы просто 15 минут, чтобы забить время, или просто для того, чтобы хоть о чем-то поговорить. Так что все доклады, мы над ними работали. Если у вас комментарии, мы с удовольствием послушаем какие-то ваши ответы, вопросы. Ну и, короче, не стесняйтесь нам дать информацию о том, что вам нравится, что не нравится в программе. Ну да, но мне кажется, что никогда не были доклады партнеров для того, чтобы забить что-то. Они всегда рассказывали, насколько я помню, много было докладов, например, от ребят, которые делают Коспресс, они рассказывали подробный туториал прямо за 15 минут, можно было научиться и что-то поднять, написать какие-то тесты. И были ребята, помню, рассказывали про то, как бы какую-то свою внутреннюю кухню, как они делают. Даже те доклады, понятно, которые были не технические, они в целом мне показались такие интересные. Если, ну, к примеру, я не знал бы, у меня не было много опыта работы уже в этом направлении, мне было бы интересно узнать заранее, то есть как, например, они готовят, не знаю, тесты, как они интегрируются с новыми решениями. То есть это довольно прикольно. Про внутренние тылы еще часто рассказывают тоже интересные штуки, которые, возможно, на целые 45 минут было бы тяжело растянуть, но вот за 15 минут очень хорошо рассказывают, и потом можно уже больше подробностей вникнуть. Да, вы правы. И подытожив то, что вы сказали, мне кажется, все доклады от партнеров — это то, что их волнует, то, чем они хотят поделиться во внешний мир и узнать, что думают зрители на конференции, что думают зрители их доклада. Ну, то есть они это делают для того, чтобы привлечь ваше внимание, соответственно, они хотят чем-то похвастаться интересным, полезным. Да, да. Мне кажется, что отлично ответили на вопрос, и тут есть комментарии, что было бы круто добавить возможность комбинировать разные, видимо, иконки и сложности, то есть если бы доклад партнера была бы еще иконка, что там смузи, хардкор или инженер, это, видимо, помогло людям. Так, давай еще ответим на вопросы. Мне нравится, что у нас активизировалась аудитория. Спасибо вам большое, что вы пишете. Следующий, Дмитрий Анатольевич Понятов или Понятов, не знаю, могу ошибиться, извините, заранее. По первым докладам было непонятно, когда же официальное время завершения доклада. Это является началом следующего или каким-то случайным образом? Ну, тут, наверное, Миша, ты точно знаешь, что все доклады у нас часовые? Да, все доклады часовые. И если вдруг докладчик по какой-то причине рассказал меньше, ну, переволновался, рассказал быстро, то сессия и его сессия продолжаются вопросами и ответами. И у нас для этого есть специальный еще эксперт. И любой эксперт постарается тоже принять участие в обсуждении. И да, доклады часовые. То есть я правильно понял, что даже если еще рассказал чуть раньше, закончился доклад, еще есть время вопросов-ответов, оно прямо в эфире, можно будет задавать и получать ответы прямо онлайн. Да, и даже если вопросов по какой-то той же причине недостаточно, ну, я не знаю, слишком сложная тема, вопрос не сформулировать, то есть эксперт, который готов поддержать дискуссию по теме доклада и, да, поговорить со спикером. Короткий ответ. Доклады часовые. Можно час добавить к текущему докладу или посмотреть на начало, когда следующего. Но, кстати, если последний доклад в дне, то особенно воркшоп, он может даже выйти за пределы часа. Если интересная тема, интересная дискуссия, хочется что-то еще спикеру рассказать, поделиться, то в целом такая практика тоже может быть. Да. Во. Да, супер. Ну, надеюсь, понятно. Ну и, да, то есть сейчас можно увидеть, что у нас несколько, на самом деле, в параллелье докладов идет. Есть какие-то активности, которые мы объявляем из этой главной студии с Аней. То есть, да, некоторые активности занимают меньше, чем час, а доклады обычно по часу. Надеюсь, вы смогли ответить. Если что-то еще непонятно, пишите нам. И в целом пишите вопрос, который вам интересен по конференции. Может быть, что-то про то, как выбирать правильно доклады, или у вас есть просто какие-то комментарии. Будем рады. Пишите. Все расскажем. Ну что, поехали дальше. Расскажем про другие наши детали, которые можно увидеть в программе. Это хэштеги. Аня, расскажи немножко про них. Что ты про них знаешь? Что я про них знаю. Ну, в общем, хэштегами мы помечаем основные идеи, которые в этом докладе присутствуют. Ну, то есть, ключевые слова. Вот у нас это хэштеги. Если вам интересна тема JavaScript, PlayWrite, хотите на эту тему посмотреть доклад, эти хэштеги, скорее всего, будут присутствовать в описании доклада. Все верно. Но там есть еще один нюанс, что в хэштегах не дублируется то, что есть название. То есть, это какая-то дополнительная информация. То есть, если у нас, допустим, есть доклад drill4js, то уже в хэштегах не будет JS, там, я не знаю, фронтенд и что-то такое. Там будет дополнительная информация, которая вам поможет понять чуть больше. Ну да, чуть сильнее раскрыть суть доклада. То есть, не будет смурфоназваний. Ну, знаете тему со смурфокодом? Это когда ты называешь… Поделись. Ну, смотри. Смурфокод — это когда у тебя, например, есть, ну, допустим, на Java, да, есть какое-нибудь приложение, которое называется, например, не знаю, такси. Внутри есть пэккедж, который называется такси что-то. Внутри пэккеджа есть, значит, фолдер, в котором какой-нибудь контроллер, например, называется такси что-то и еще что-то. А внутри контроллера еще есть какие-нибудь классы, ну, который называется такси. И вот это вот такси, которое ты часто повторяешь, ну, вот когда ты видишь такой паттерн, это называется смурфоназваниями, смурфокодом. Я думал, это рекурсия. Нет, это фигня какая-то, не делай так. Я думал, так можно реализовать рекурсию, я все время так делал. Нет, 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 ладно, нет. Тут ребята удивляются, как же быть, если есть доклады часовые, есть мини-доклады по 15 минут, и вообще, как выбирать, потому что действительно программа довольно обширная, что-то идет в параллель. Как вообще вот это делать, Миша? Вот реально много докладов. Ну, правило такое. Доклады 15 минут и часовые, они друг с другом не конкурируют. Так? Ну, я не знаю, это уже ваша программа, ребята. Так, они не конкурируют. Да, спасибо. При этом доклады часовые вы можете посмотреть потом в записи. Так. То есть, если у вас там два интересных доклада в параллель, вы можете выбрать один, второй посмотреть чуть позже. Но с 15-минутными никакой записи нет. И надо выбрать что-то одно. И как выбрать? Вопрос хороший, но я бы сказал так. Как вам сердце подскажет? К чему больше есть интерес? Туда идите. Ну да, да, все. Это как, знаете, пытаться посмотреть все каналы по телевизору сразу. А ты смотришь телевизор, я понял так. Ну, может быть, я в детстве так делал. Тут у Андрея Дмитриева есть интересный вопрос. А вы точно из программного комитета? Блин, нас раскусили. Андрей. А почему он спрашивает? Да, я вот не знаю. Давай какой-то итог, и я немного напомню, что у нас еще происходит в эфире программы. То есть итог такой, что можно по-разному выбирать доклады. Есть какие-то вопросы, связанные с тем, что есть иконки. По ним иногда не очень понятно, какая сложность, но все стараются все-таки правильно их выставлять. Есть какой-то алгоритм, который помогает вам выбрать доклад. Мы его только что показывали. Есть возможность выбора доклада по названию компании, если человек какой-то из компании. И еще вот Аня рассказывала, что она выбирает по тайтл-описанию. То есть тайтл-описание, если то, что вам релевантно сейчас что-то делать на работе, вы будете пользоваться именно таким критерием. Да, но я по имени спикера еще сказал выбираю. А, по имени спикера. Да. Спасибо, что напомнил. Да, да. Ты все классно подытожил, все так и есть. И еще перед началом конференции мы все вместе написали статью на Хабре, и там было разделение, скажем, программы еще по одному виду делений, делиметров, по блокам. Деление по блокам. То есть, допустим, меня интересует только питон, больше ничего не хочу знать, и я там легко могу открыть и посмотреть. Статья на Хабре в блоге Джугру, и я думаю, что если поискать по названию Гизенбак, вы вполне найдете актуальное. Будем показывать статью? Или кто хочет, сам найдет? Так, давай, кто хочет, сам найдет, а я пока в фоне поищу, пока попробую найти ее. Давай. Не забудь, что мы приготовили тебе ссылку, тебе нужно просто на нее нажать. Так-так-так-так-так. Хорошо. Я пока расскажу про другой момент по поводу, почему стоит смотреть лайв-трансляцию, и почему не стоит откладывать в долгий ящик. Вот Исена сказал, что если вы не успели на первую часть, вы можете промотать и на быстрой скорости, ну, в смысле, включить на быстрой скорости и посмотреть. Это правда, но если пропустите вторую часть того же, допустим, воркшопа, то пропадает возможность задать вопрос спикерам, пока они в чате, пока не помнят, про что рассказали, пока они сами не переключились на подготовку новых, еще более лучших воркшопов. Поэтому мы еще рассказываем, да, поэтому сами докладчики рассказывают про то, что им важно сейчас, про то, что у них, можно сказать, актуальны разработки. И есть еще важный момент, который реально проблема, потому что можно никогда не дойти до просмотра воркшопов, докладов и так далее позже, потому что большая конкуренция со стороны Нетфликса, Ютуба и… И ТикТока, про самое любимое, да? Все верно, да-да-да, все верно. Поэтому не откладывайте именно лайф-трансляцию, это, мне кажется, имеет смысл, тем более, если вы сразу участвуете в конференции, так, как говорится, все можно плюшки по максимуму оттуда выгрести. Да, кажется, что я нашел эту статью, если это та самая статья про программу конференции. Ребята, сейчас попрошу вас вывести на экран ссылочку. Михаил, ты, может, поделишься ссылочкой в чате, и Реаня, скиньте ребятам, поддосим немножко хабар. Да, и вообще я знаю, что конференции каждый раз пишут про программу заранее, то есть можно всегда зайти и почитать более детально про блоки программы, про то, какие ребята приехали рассказывать что-то, про то, какие темы будут подниматься. Ну, в общем, там, в принципе, все можно подробно почитать и узнать, что ждет. Да, Андрей говорит, что еще ТВ конкурентом является. Ну, не знаю, для кого. Для меня, конечно, ТВ не конкурент. Но есть, да, есть и такое. Конкуренция большая. Как Миша сказал правильно, откладывать в долгий ящик просмотра докладов – это такое. Но есть шанс не посмотреть. Как и если вы сейчас положили статью в закладку, есть шанс ее не прочитать. Да, поэтому хоть железо не отходя от кассы. Сеф, а какие еще есть способы узнать, на что стоит сходить, что стоит смотреть? Ну, да, я вот рассказывал про то, что я смотрю по компании. Вы уже рассказали про хэштеги и прочее. Мне, на самом деле, очень часто нравится сходить что-то, что является не темой конференции. То есть какие-то темы, которые… Ну, они как бы вроде протестирования, но в реальности там просто прикольно посмотреть, как тестируют атомные электростанции, например. Или, как в нашем случае, будет про экзоскелет-доклад. Для меня вот такие доклады, которые не совсем, может быть, тематические, прям про то, что делает конференция, они мне очень нравятся тем, что они просто расширяют мой кругозор. Ну, вот я их выбираю еще вот по такому контексту. Типа, если этот доклад не совсем про это, я наверняка пойду на него. То есть ты имеешь в виду, что если такой доклад попал в программу, то значит в нем что-то есть? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да. Ну, кстати, я еще что хотела сказать, что при выборе доклада, если хочется узнать, не знаю, подробности, либо какой-то совет, можно всегда тегнуть «программный комитет». И поскольку мы выбирали эти доклады, мы общались с спикерами, просматривали содержание доклада, составляли описание, то мы можем подсказать. Да, кстати, если у вас есть прямо сейчас какое-то сомнение, или вы мешкаетесь между какими-то докладами, этот посмотрите или этот, можете написать прямо сейчас, поменьшинить Аню или Михаила, или других участников программного комитета, прямо в чате Телеграма, и они вам подскажут. Я как раз хотел сказать, что из двух тысяч участников чата довольно сложно найти, кто там член программного комитета. Но, как ты правильно сказал, я или Аня, конечно, мы сможем подсказать. Да, мы там тоже есть. Но если вы знаете кого-то еще, то вы их тоже можете найти. Есть Владимир Ситников еще, его тоже непрудно найти в чате, он иногда пишет, и я думаю, что по фамилиям очень просто искать. Что-то еще? Да, я хотел сказать, что на самом деле про то, что, знаешь, только что ты говорил, если ты не смотришь в лайве, и потом откладываешь доклады, у тебя такой длинный такой плейлист. В действительности, например, мне тяжело вот этот плейлист как-то менеджить, потому что есть плейлист в Ютубе, есть плейлист, не знаю, в чем-то еще, есть плейлист вот на платформе от компании G.GuruGuru, и так далее. Разные плейлисты, и ты не знаешь, ты не можешь как бы ментально так, знаешь, быстро понять, ага, пойду вот в этот плейлист, первое возьму и смотрю, или пойду вот в этот и первое смотрю, и у тебя, когда есть у обезьянки нашей, да, выбор, что делать, она выбирает ничего. Мы прекрасно знаем. И это реально такая суперпроблема. Ну, для меня, я часто сталкиваюсь с этим вот в жизни. Вроде хочется что-нибудь прикольное посмотреть, а потом такой, а-а-а, там типа академик, сейчас просмотрю, что он там как бы разбил тачку об столб. И смотришь, типа. Значит ли это, что тебе нужен мета-плейлист по всем твоим платформам? Да, да, нужен мета-плейлист. Интегрированный с каким-нибудь приложением ToDo. Ну, или, да, интегрированный с приложением ToDo. Ну, расскажи, Михаил, как ты менеджишь себя? У тебя, я знаю, есть подход. Есть, но этот подход больше относится к докладам. Как посмотреть все заявки, которые к нам пришли, как разобраться с докладчиками и не упустить никого. Да, такое есть. Просто можно поставить себе повторяющиеся напоминания. Допустим, раз в три дня возвращаться к этой задаче. Ну, и к задаче посмотреть интересные доклады. Да, это вполне себе работает. Повторяющаяся активность. И тут только вопрос лишь в том, что, конечно... Что, конечно, многие вещи отвлекают. Там, я не знаю, нетфликсы, сериалы, фильмы. Интересные видео с разбиванием машин об столб. Поэтому можно заблокировать эти веб-сайты, правильно? Ведь я оставил только джугру. Блин, блин, ну это очень жестко, я не знаю. Это звучит как вот эта вот тема. Я ощущаю себя в таком случае каким-то ребенком, да, когда я сам себе чего-то запрещаю. Там, типа, два часа в день только комплюктор, один час в день только телевизор и так далее. Да, это точно не мой вариант. Это грустно. Мне становится печально, что я так живу. Ну да, я согласен. Конечно, тут сейчас идут уже... После продолжения этой темы у нас тут нужно упомянуть доклады, где рассказывают, как управлять своим временем, своей жизненной энергией. Как перестать откладывать и начать жить сегодня и так далее. Стоп, слова пойдут. Да, поэтому что, смотрите сразу. Что тут еще посоветовать? Тут Александр Хозе подсказывает, что нужно делать интеграцию с Netflix. Открываешь такой, а там доклад смотреть надо перед сериальчиком. Где хорошее. Нормально. Где хорошее. Я знаю, Александр, представитель компании Badoo. Может быть, как-то с Badoo интегрируемся. Хочешь там посвайпать фотографии? А там, опа, квиз. Доклад от Badoo. И там Артем Ярошенко будет рассказывать вам про... Не знаю, про что он будет рассказывать в этот раз. Ну, про интеграцию с Allure Test Ops, конечно. Это такой, как бы, лайк или дизлайк. Вот так вот, как бы. Кстати, хорошая идея запилить такую штуку в нашем плеере просмотров. Можно будет свайпать доклады интересных докладчиков. Интересно только, как будет матч происходить. Вы не знаете? Не знаю. Есть идеи. Александр говорит, что договоримся. Александр знает, как делать броня алгоритмы. Да-да-да. Но, кстати, вот тема, которую можно сюда тоже привязать, это то, что к каждому докладу, который у нас есть в программе, очень важна обратная связь. И мы не просто так мучаем зрителей, заполняя анкету на 600 страниц. Тем более, что там не 600, а всего лишь... Ну, а теперь-то вообще одна 60. Она одна... Так, а там три поля, да? Вообще все очень легко. Одна, но длинная, там, как бы скролить долго. Ну, я не знаю, на самом деле это, наверное, вы правы. Погоди, но сейчас же прямо с плеера. Ты ставишь эту звездочку, пишешь там коммент, и все. Это очень просто. Да, говоришь, что понравилось, что не понравилось, комментарии пишешь. Но главное говорить, что понравилось подробностями. Ну, и что не понравилось тоже, соответственно. Мне, кстати, напоминает, я помню, мы же каждый раз... Ребята, действительно, вот, программный комитет. После того, когда прошла конференция, ребята собираются, делают ретроспективу, читают все, что вы написали, все комментарии просто по всем. Ну, и вот, представляете, сколько там всего почитать. Ну, и к чему? Бывают очень прикольные комментарии, типа, не было ничего про мобильное тестирование. Или, там, типа, в этом же контексте, от этого же человека, было слишком много про мобильное тестирование. Да, иногда мы хотим поехать по докладчикам и спрашивать к ним стучаться в дверь и спрашивать, ты написал? Расскажи подробнее. Ну, это, конечно, все шутки, но, да, это нам помогает самим, как организаторам конференции, программному комитету делать их лучше и самим докладчикам тоже понимать, что, может быть, они какую-то мысль свою не донесли или не то рассказали. Вот, Сев, ты как... И ты, Аня, вот расскажите, вы как люди с приличным опытом выступлений, для вас было важно получать фидбэк? Если да, то почему? Важно. Всегда важно, потому что, ну, есть какое-то субъективное мнение про свой доклад. Кажется, что вот эту часть рассказала прям суперкруто, все понятно, а либо вот эту часть там не дотянула, нужно было больше примеров, ну, замыливается взгляд, нужно мнение со стороны, потому что мне эта тема понятна, когда я ее рассказываю, а люди, которым я ее рассказываю, они ее слышат там первый раз. Так что, да, обратная связь, она помогает сделать доклад более структурированным и лучше доносить потом мысль до зрителей. Да, и откроем секрет, что иногда доклад с одной конференции может быть потом еще рассказан на второй. И если человек получил обратную связь, то и, соответственно, вторая версия будет лучше. Но это как и в разработке. Вторая версия всегда лучше первой. Мы ведь знаем. Ну да, там закрываешь одну багу, появляются две. Это правда, да. Ну, а ты что, есть чем поделиться? Слушай, да, на самом деле могу сказать, что не всегда везде присылают обратную связь. То есть бывает, например, ты приходишь на битапы, и там не бывает обратной связи. Ну или она такая, типа, все было нормально, классно, типа, давай еще. И, ну, такая связь, типа, классная, она приятная, но она не дает никакого тебе, ну, какого-то, не знаю, пищи для размышлений. Мне кажется, на битапе, знаешь, какая обратная связь самая частая? Это дают ли тебе поесть пиццу после выступления или нет? Если нет, их тебе подходят, задают вопросы, то, значит, вообще вызвало ажиотаж, но по разной причине. Ну, может быть, ничего непонятного и просят объяснить. Ну да, я согласен. Ну, вообще, очень классно, если бы тебе фидбэки писали прям детально. Кстати говоря, хочу похвастаться. Иногда на доклады получаю фидбэк от Володи Ситникова или там на слайды и говорит, вот это было хорошо, вот это не... Не, я без шуток, это очень ценно, потому что ты берешь вот это вот просто, что тебе говорят, меняешь, и оно становится лучше, и ты как бы сам учишься, во-первых, как это делать правильно. Во-вторых, действительно, как ты сказал, если кому-то будешь еще раз презентовать этот доклад второй версии, то людям уже будет там понятней или там они будут хорошо видеть то, что у тебя на слайде было мелким шрифтом, или они узнают больше деталей, потому что там что-то было непонятно и так далее. И это самое важное. То есть для меня очень важно, чтобы люди получили как можно больше информации за тот промежуток времени, с которыми я выступаю. Да, понятно, спасибо. Кстати, еще про ФОС интересные детали. Да, вот ты сказал, что иногда бывают кардинальные отзывы. ФОС — это форма обратной связи. Да-да-да, форма обратной связи от зрителей, кардинально, диаметрально противоположные. Это вот, да, нет мобильного тестирования, слишком много. То же самое там хватит джаву, мало джавы, ну и так про все, что можно сказать. Но на самом деле самые неприятные, потому что с ними ничего нельзя сделать. Виды фидбэка — это когда не понял, не понравилось. Так, дружище, объясни, что не понравилось. Ну да, конкретика, она всегда важна. Даже если действительно позитивный какой-нибудь комментарий получаешь, что ой, зашибись, ну как бы хорошо, но хотелось бы больше деталей. Что именно? Что было зашибись, ты можешь вот как бы что-то объяснить. Я согласен. А еще про вот эти комментарии и обратную связь интересный момент про английский, англоязычные докладчики. Я думаю, что у вас есть что рассказать про это. Есть? С англоязычными? Ну да, то есть тут ты намекаешь на то, что бывает так, что ты слушаешь доклад на английском, потом заполняешь фидбэк на русском, и, естественно, человек, который выступал, получает просто транслейт, такую версию. Кстати говоря, за это время, что вот мы делаем конференции, транслейт улучшился значительно, и вообще говоря, наверное, докладчики уже неплохую версию, не такую плохую, как раньше получают, но все же это такой транслейт, типа вы можете что-то написать на таком жаргонном языке, и это будет переведено ну так себе, вот, и, к сожалению, докладчику это может не сильно помочь, а может иногда наоборот, то есть расстроиться. Согласен. И еще про английский язык мы порой получаем комментарии, ничего не понятно, все на английском языке. Где перевод? Ну да, кстати, я знаю, что, ну, по слухам, что доклады, которые на английском не переводятся или не переводились, в том числе, ну не потому, что все злые такие и хотят это, чтобы вам непонятно было, но в том числе, кажется, что, когда вы слушаете, и вам реально интересно какую-то тему послушать, как и посмотреть какой-нибудь прикольный сериал, и вы слушаете это на английском, так или иначе, вы просто немножко учите язык. То есть всегда можно доклад остановить, поставить на паузу, сделать медленным, и просто вы пока слушаете, идет образовательный и обучательный процесс. Кстати, хорошо, что ты про это сказал. У нас в этом году, в этом сезоне, первый раз будет форкшоп на английском языке. О, а какой? Про контрактные тесты будет спикер по имени Бас. К сожалению, не очень хорошо помню, как пишется и читается его фамилия. Да, но там будут проконтрактные тесты, это будет сессия на 2, на 2 тайм-слота, то есть примерно 2 часа. И поэтому рекомендую посмотреть, двойная польза, и проконтрактные тесты узнать, английский поучить. И плюс, мне кажется, что в воркшопы там более размеренный стиль повествования, и слушать их должно быть легче и понятнее, чем просто такие длинные выступления. Если ваш уровень языка, скажем так, ниже того, чему каждому хотелось бы. Так? Да, ну я не знаю, я всегда хочу повышать уровень языка, даже если мне вроде все понятно, то да, ты слушаешь. Короче, слушать на английском доклады полезны, даже если вы не очень понимаете. Еще Kent Beck будет у нас, тоже на английском. Точно. Ну да. Я думаю, что это то, что я тоже очень хочу посмотреть. Это вообще, да, стоит по-любому пойти. Да, но там еще не только, что Kent Beck, известный спикер, много сделал для нашего мира. У нас теперь есть Agile, как мы благодаря ему. Но не только, конечно, но тем не менее. Мы с ним созванивались, обсуждали его доклад, и честно вам скажу, что у него английский очень даже понятен, и стиль тоже рассказа у него такой, что, мне кажется, поймет даже научок, кто... С чем бы сравнить? Кто, может быть, только начинает изучать английский язык? Смузи-язык, короче. Да. Смузи-язык. Ребята, короче, если вы думали, что вам не подходит доклад, или думали, что ничего не поймете, заходите, проверьте. Я думаю, что тоже да. Если Михаил говорит, что так, значит, это так. Ну, в крайнем случае, напишите нам комментарий, что, типа, сказали, что он английский будет понятен, я ничего не понял. Ну, кстати, это тоже нормально. Переделывайте доклад, да. Ну, ладно, хорошо. Кстати говоря, сейчас параллель уже некоторые доклады закончились, и идет прямая, ну, идет дискуссия с докладом, как преодолеть, попасть, пропасть от прототипа до рынка, разработывая экзоскелеты, как работает фазинг-тестирование, идет дискуссия, и идет дискуссия, где Илья Кулаков из Сбера рассказывал про STQB. Кстати, ты сдавал STQB? Возможно, мне стоит сходить на эту дискуссию, а не программу обсуждать. Нет, я не сдавал. Так. Ну, ладно. Я так чувствую, что мы сейчас, Павла, перейдем к другой теме, да? Не-не-не, мне просто интересно было, да. Да, ну, это, конечно, тоже достаточно холиварно насчет того, что нужно сдавать или не нужно. Ну, вероятно, там как раз все по полочкам и разложили, кому это подойдет, как... Ну, мне кажется, про STQB лучший ответ такой. Если компания платит, то, конечно, сдавай. Я понял. Ну, да, можно зайти и спросить у Ли. Ну, да, и забыл сказать, что идет также тематическая дискуссия от ребят, которых мы анонсировали. Ситимобилл, стоит ли вкладываться в обучение автоматизации ручных тестировщиков и как это делать. Если вам... Вы устали нас слушать и вам хочется что-то поучаствовать в какой-то из этих дискуссий, самое время. Вы можете зайти на страничку, на платформу и выбрать прямо по карточкам, как мы рассказывали с Аней. Так, кстати говоря, Александр Хозин написал комментарий, что по поводу нашей идеи интеграции с приложением Badoo, что за доп.деньги можно, первое, поговорить за жизнь с докладчиком. Второе, выпить с докладчиком. Ваши идеи. Кстати, поговорить за жизнь с докладчиком. есть же сервис, который называется, по-моему, mentor.dev, если я не ошибаюсь, где вы можете найти ментора, там сейчас больше и больше людей. Это не реклама, просто знаю, что можно, действительно, ты можешь условно быть ментором, Михаил, и я могу взять и купить твой час, времени и с тобой поговорить про жизнь. Кстати, сильно развивается, эта платформа сейчас тоже про нее читала. Становится, видимо, популярно прийти и поговорить за жизнь. Там, наверное, не за жизнь, все-таки решают реальные проблемы, надеюсь. Хочется верить. Но, тем не менее, такая возможность тоже появляется. Да, на удаленке было сложно с кем-то поговорить за жизнь, когда там сидишь, может быть, в карантине. Многие, конечно, любят, но я думаю, что развитие этой программы связано с переходом на работу из дома. Как вообще в России-то? Многие на дому остались работать. Я перешел полностью на домашнее обучение. Нет, на домашнюю работу, конечно. Мне кажется, больше половины компаний уже ушли. Хорошо, поэтому мы и проводим нашу конференцию онлайн. Вы все равно дома сидите. Ну, мне очень, знаешь, Миша, я очень рад тебя видеть, рад очень Аню видеть. Еще более того, очень рад ребят видеть, которые организуют здесь конференцию, которые сидят сейчас за стенкой и помогают нам вести эфир, выводят нам подсказки всякие, вот это все. И вообще благодарен компании Juga Group, чтобы они вот так организуют, как видите, здесь у нас другой фон. Если вы были, не знаю, были ли вы на предыдущей конференции или нет, напишите, кстати. Вот, и новая тут такая студия появилась, все улучшается. Я, в общем, рад всех видеть вживую. Не знаю, очень жду, когда уже мы можем вживую с кем-то приходить, общаться, уже более регулярно. Я, честно, с ума схожу дома, мне очень тяжело без людей. Ну, тогда ты точно можешь оплатить час со мной, мы пообщаемся с тобой. Так, давай про программу. Давай какой-нибудь итог. У нас был второй блок обсуждения, мы рассказывали про хештеги, как можно прочитать программу, которая выходит на Хабре, где есть разделение по блокам. Если вы не смотрели лайв, то вы можете потом посмотреть то, что вы, например, отметили, как что-то вам понравилось звездочкой. Что-то я еще забыл. Аня, ты что-то говорила, я забыл про то, что можно... А, то, что можно тегать. Да. Да. Можете тегать программный комитет, если есть сомнения по поводу доклада, на какой стоит пойти, что посмотреть. И что у нас еще из итогов было? Да, блоки, теги, хештеги, то, что мы обсудили, форма обратной связи. Правильно? Да, почти. Кстати, было бы классно, какую-нибудь песню замутить, знаешь, на минуту, и чтобы она была вирусной, тогда все запомнят. Ты прав, да, это как вот есть... Ну ладно, я имею в виду как ролики в Ютубе от известных там мемоделов, как вот, наверное, вы слышали, был Инджойкин, ушел на покой, на покой, на покой давно его не было слышно, но тем не менее. Я думаю, что котлетки с пюрешками все слышали песню, правильно ведь? Я нет. Миша, походу, ты никогда не добираешься до докладов, когда выходишь в Ютуб. Я смотрю их так много во время подготовки к конференции, да. Хорошо. Так, ну что, понятно, мы забыли еще, да, еще раз подвести итог, что у ФОС это очень важно, надо заполнять и все такое, и у нас есть розыгрыш фулл пасса, который мы проводим, пишите ваши идеи, да? Да, да. Правильно, что напомнил, я тоже хотел про это упомянуть еще раз. Почему это важно? Потому что, если вы придумаете, правда, такие хорошие категории сложности, то это облегчит жизнь, ну, это не просто, типа, вот вы получите, получите приз, но и в том числе это облегчит жизнь слушателям, будет в будущих конференций. Мы это придумаем, ну, как бы не просто ради активности, мы, правда, думаем, может быть, нам как-то стоит улучшить нашу систему выдавания разных категорий, раздавания категории, раздавания сложности, да? Да, ну и что, хочется сказать, что если у вас есть вопросы определенного характера или вам хочется дать знать программному комитету, как лучше, не знаю, переделать теги или как вам кажется правильно более составлять программу, можете написать, во-первых, в Телеграме, во-вторых, в обратной связи, все прочитают и учтут. Да, все так. Ну и мы будем ждать ваших фидбеков, зрители, слушатели, все, 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 Михаил, и слушатели, и зрители, тот, кто... И самое главное, докладчики, вот кто. И докладчики, да, и докладчики, да. И может быть даже эксперты, слушай, у нас же есть вот эксперты, кстати говоря, хотел обсудить очень важную штуку, у нас в конференциях появилась такая роль, как эксперты, это чуваки, которые тоже разбираются в той области, в которой разбирается докладчик, помогают задавать вопросы, вот это все, как они вообще интересно появились, и мне кажется, что они стали добавлять действительно большую ценность к докладу. Часто видел, что доклад заканчивается, ну не часто, но бывает, доклад заканчивается типа за полчаса, и еще полчаса, очень прикольные дискуссии, не знаю, и это супер классно. И вот в том числе можно, например, выбирать доклад по эксперту, который там будет. Да, ты верно говоришь, это в целом, ну такая, знаешь, непопулярная опция, потому что люди, наверное, к ним еще не привыкли, не очень понимают ценность, что добавляет этот человек. Но если на твой вопрос ответить, то, во-первых, человек помогает докладчику, эксперт помогает докладчику, приходят вопросы, он их может обработать, он может ответить, пока спикер рассказывает свое выступление, какой-то опытный товарищ в чате, я не знаю, воркшоп это или доклад может что-то прояснить, плюс собрать вопросы, в конце их передать, выступающему. Это одна часть, а вторая часть, это да, как ты верно говоришь, что мы не просто так берем первопопавшегося вот у метро, ты что-нибудь слышал про Джаву? Заходи. Конечно, не так, это человек... Нет, вы же... Ладно. Хотел шутку про курсы, но не буду. А, понятно. Да, не стоит. Не стоит. Я тоже хотел шутку, но не стал ее говорить. Да, давай. Про курсы. Нет, ладно. Так вот, эти люди сами часто бывают докладчиками и они тоже обладают большим опытом. Например, у нас Андрей Солнцев, который не раз выступал на Гезенбаге на других конференциях, в этот раз с экспертом. И, по-моему, на докладе Якова Крамаренко, правильно? Все так. Да. И, конечно, ему есть чем поделиться, поддержать дискуссию, задать свои вопросы. И может получиться интересная дискуссия, но и в том числе сами люди с большим опытом. То есть, если вдруг по какой-то причине спикер отвалится, то эксперт в теории может сам рассказать продолжение доклада и должно получиться хорошо. Да. Кстати, ты знаешь, я тут общался с людьми на другой конференции, которая была, и узнал такую прикольную фишку, что некоторые ребята, кто часто уже ходят на конференции, они, например, приходят не за тем, чтобы послушать доклад прямо, им понятно, что будет, они, может, уже даже видели это, а они приходят именно за тем, чтобы прийти и спросить какой-то вопрос докладчика, ну или в нашем случае еще и эксперта, который ты не можешь, например, в Твиттере их найти или в Телеге найти или где-то еще, они, не знаю, не отвечают тебе, ну или ты стесняешься. Ты можешь прийти вполне легально на конференцию и просто задать конкретные вопросы. Например, когда будет версия Allure 3.0, например. Да, да, да. У меня тоже есть вопросы к этому спикеру, и доклад — это то место, где он не может уйти без ответа. Так что ты прав, да. Вот. Так что да, тоже немаловажная штука. Так, я вижу, что пока не появлялось новых комментариев в нашем чатике. Если у вас есть, остались вопросы или, не знаю, вы хотите чем-то с нами поделиться, мы будем рады. А может, пожаловаться, может, вам не очень понравилась наша дискуссия, вот, тоже пишите, все прочитаем. Конструктивно. Все прочитаем. Мы как и спикеры не можем отвертеться от того, чтобы не прочитать. Да, и в следующий раз позовем вас в студию и будете с нами тут обсуждать программу. Это прикольная идея, кстати, кого-то звать. Это будет второй приз за вот первый фулл пасс, а второй вот участие с нами в студии. Ну, без шуток, мне кажется, что участие в студии в программе очень прикольная тема. Я бы очень хотел, то есть я когда вот смотрел очень давно конференции, я начал смотреть джигу-гру-гру конференции еще до того, как начал как-то активно участвовать. Как они появились до того. Естественно, естественно. Так вот, не знаю, как вам, но мне было очень, очень, мне очень хотелось просто попасть на конференции, а прийти еще, не знаю, пообщаться с спикерами и с теми, кто организует, это было прям супер, для меня это было очень классно. Ты знаешь, да, и кроме шуток, я когда сюда собирался, ко мне подошел коллега в Канаде, он сам из Казахстана, и говорит, я смотрел все конференции джигу-гру, особенно по Джаве, и говорит, ты знаешь, там, баруха? Я говорю, да. Он такой, о, вот это да! Ты знаешь, Кирилл Толкачев, я такой, да, он, о! Так что да, 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 вполне можно их тут в студии поймать и с ними пообщаться. Да, в общем, подумаем. И последний, последний комментарий, перед тем, как мы уже закончим нашу длинную дискуссию и обсуждение от Константина Бессонова. Мне кажется, говорит, мне кажется, было бы удобно сделать что-то вроде карт, чтобы не идти по всем докладам и строить свое расписание, а получать готовый чек-лист, и уже при необходимости можно было бы в момент неинтересного доклада идти на соседний. Ну, такая штука была бы полезна тем, кто первый раз на подобных мероприятиях. Я вообще согласен, иметь шаблонные какие-то плейлисты очень круто, потому что, не знаю, ты не всегда хочешь действительно там разбираться в том, как тебе правильно что-то. Люди любят простые штуки. Я, например, очень люблю, когда мне все само рекомендуют. Spotify рекомендует какие-то песни или что-то. Ну, в общем, я люблю тоже рекомендации. Спасибо нашему зрителю. Константин, классная идея. Передадим ребятам. Так, ну и что, подведем итог. Мы уже вроде много наговорили, несколько раз подвели итог. Наверное, это наша не последняя трансляция из главной студии. Спасибо, Миша, что с нами поучаствовал. Было очень классно. В общем, не знаю, мне очень нравится, я очень рад общаться. Спасибо вам большое, что вы пишете. Пишите еще, будем озвучивать все ваши мысли и комментарии. И впереди нас ждет еще много интересного. Заглядывайте еще и увидимся. Да, спасибо. Увидимся. Спасибо.